Это уже украинский полигон, где бойцы учатся управлять, заряжать и стрелять из орудия немецкой боевой машины пехоты «Мардер». Александр, оператор-наводчик, показывает свое рабочее место. Это мое рабочее место. Управляем башней вправо-влево. Она вращается полностью по кругу. Сюда боеприпасы подаются. Здесь есть ключ, которым подгоняем. Инструкторы обучают хорошо, помогают, объясняют. Легче работать, когда есть взаимопонимание, сплоченность. Боец с позывным «Цыган», инструктор на этом полигоне, обладает навыками работы и со старыми советского образца машинами, и уже с немецким «Мардером». Эти БМП такие же, как наши «Двойка», «Копейка». Только здесь мне пушка больше понравилась и защита самой брони. Пушка проще в работе, легче ее заряжать, меньше задержки. И там стрельбы намного выше. Сейчас экипажи отрабатывают стрельбу по мишеням. Огонь! Еще одно преимущество западной техники – качественная звукоизоляция. Во время стрельбы людей не глушит, и можно обойтись без специальных тактических наушников. Десанту внутри комфортно. На броне, конечно, немного сложнее. А десанту хорошо и безопасно. Рассказывали, что приняли выстрел из РПГ. Если наехать даже на противотанковую мину, ПМ-ку тоже выдерживает. Боец с позывным снайпер, пассажир Мардера. Очень хорошая модель. И броня хорошая, маневренность. В экипаже я пехота. Занимаемся штурмом окопов, домов. У меня шестеро детей, шесть детей, три девочки, три мальчика. Я пообещал детям повезти их на море в Геничинск. Надо обещание слова держать. Пушка Мардера стреляет довольно метко. Как правило, необходим лишь первый пристрелочный выстрел, а второй попадает уже по цели. Мне кажется, отработали хорошо, потому что были попадания. Какой-то адреналин появляется. Хочется учиться, потому что враг не стоит на месте. Его нужно останавливать. Среди отличительных черт этой немецкой машины скорость и маневренность. Разогнаться она может до 65 километров в час. Идет под углом 60 градусов, то есть в гору хорошо. Гребет, не чувствует нагрузку. По ровной дороге вообще идеально. В любом месте можно развернуться. А еще она весьма проста в управлении. Здесь коробка автомат. Есть три передачи. Три вперед, три назад. Плюс руль. Едешь, как в обычной машине. Только если назад сдаешь, машина поворачивает влево, а руль нужно крутить вправо. В завершении учений сдача экзамена членами экипажа инструктор отмечает высокую мотивацию и готовность бойцов к выполнению реальных задач.